привет всем я нахожусь в своей оранжере на лоджии а это значит разговор пойдет о цветах вернее о грунтах мне кажется наиболее часто задаваемый вопрос у меня это грунты какой грунт садите но я не буду называть марки грунтов потому что меня смотрит с многих уголков можно сказать и земного шара не только там нашей украины или россии вот а из других стран поэтому грунты везде разные и точно так же как и украине в одном регионе могут продаваться в другом могут не продаваться поэтому название я не буду говорить я сделаю в конце заставку конечную на те видео где я показывала какие именно я покупаю грунты и кому интересно можете по этой кликнуть на эту конечную заставку там может быть и не одна будет потому что несколько раз я заказывала грунты и все необходимое для цветоводства домашнего и можете зайти и посмотреть кому интересно значит грунты все которые продаются они идут на основе торфа но не всем растениям подходит вот и мне писали что как вы в такой грунт садите он ужасный грунт но вы знаете ужасным грунт будет тогда когда вы не будете знать как с этим грунтом грунтом обращаться как поливать потому что каждый грунт имеет свою благоемкость один благоемкий другой менее благоемкий точно так же как и для растений надо чтобы был питательный и более благоемкий для других растений надо чтобы этот легкий был грунт и разрыхлителей больше и чтобы был более сухой чтобы корни не загнивали и а все они даже для каптусов покупаешь я сравнивала на вид они имеют один и тот же вид такие же темные вот на основе торфа что они туда как они их формируют тяжело сказать но в общем я покупаю универсальный грунт у меня много растений и разные грунта требуется разные смеси для них но я уже формирую потом в зависимости от тех растений которые я пересаживаю если я кактусы пересаживаю значит я добавляю туда обязательно песка еще немало добавляю добавляю древесный уголь вот перегоревший такой пород этих лиственных потом еще добавляю очень хорошо добавлять для кактусов и суккулентов кирпичную крошку только мелких чтобы было фран фракций небольших и кирпич должен использоваться не силикатный добавлять гравий можно ходить на рынок там где аквариумисты на птичьем рынке например у нас там есть отдел где все для аквариума можно покупать там они используют тоже гравий я себе сейчас секунду наверное я выбросила у меня хотела показать коробку я покупала своему попугаю тоже им им требуется птицам гравий такой мелкий мелкий фракций и добавляла в смесь в коробочке такой продается вот добавляла в смесь для суккулентов для для адениума вот я пересаживала кактусы пересаживала адениумы добавляла в общем разрыхляла добавляла в эти смесь в эту смесь для суккулентов и кактусов побольше разрыхлителей например когда я пересаживаю фиалочки я делаю более влагоемкий грунт я добавляю кокосовые чипсы и уже у меня было несколько пересадок когда вместо дренажа я использую тоже кокосовые чипсы и вы знаете положительный результат вот эти кокосовые чипсы кто фиалочками занимается знает что нельзя ни в коем случае пересушивать грунт фиалок он не должен быть сильно мокрым потому что влажный и мокрый это два разных грунта и вместе с тем не должен пересыхать и должен быть влажным и вот эти кокосовые чипсы они излишек в себя поглощают они внизу у меня возле дренажных отверстий и потом они отдают эту влагу и не пересыхает этот грунт 100% даже если вы не смогли вовремя полить ну и проверено мне очень понравилось и я эти чипсы добавляю вместо дренажа использую даже и другие растения точно также я использовала значит для других я добавляю у меня есть перегной более сытую землю делаю так сказать чтобы она была с органикой для кактусов не подходит органика поэтому перегной я туда не добавляю более бедный грунт должен быть поэтому используя один грунт грунт тот же универсальный можно с него сделать грунт для всех растений растений какие у вас есть и они будут разные где-то наполняя разрыхлителями песком а где-то добавляя перегной но древесный уголь любому растению не проведет не повредить это и дезинфекция это и удобрение древесный уголь поэтому используйте можно использовать универсальный грунт для всех растений я это делаю уже не один год и как видите у меня растения в хорошем состоянии не погибают просто если покупаете и ничего не делаете с этим грунтом вы должны определиться может его не надо поливать каждый день через день через два через три вы определитесь можно и с этим растение будет и с этим грунтом оно приспособиться наши растения комнатные они приспосабливаются и к условиям какие есть квартиры потому что они разные условия у всех и грунтам которые которые мы садим оно может переболеть немножечко так как ему не нравится но основная причина гибели растения это не то что грунт плохой а потому что неправильно этот грунт вы поливали или он быстро пересыхает и засушивается корни или вы очень часто поливаете этот грунт а он влагоемкий а надо поливать например раз в неделю а может и раз в 10 дней и в этом грунте будет растение расти нормально но только при правильном уходе подходу к этому грунту который в которой вы посадили свое растение можно использовать грунты землю в саду брать но есть вероятность того производители мы доверяем и вам не говорят что они пропаривают от нематоды чтобы не было нематоды в грунт а потому что это очень не такой этот вредитель опасный нематода и очень тяжело вывести иногда надо уничтожить и растение вместе с той нематодой чтобы не заразить другие я например использовала азалии когда у меня были я когда только начинал сходить снег еще считала что вредители еще спят потому что холодно я шла у нас сосновый лес и вот это верхний слой там где вот сосновые эти ветки лежат сосновые иголочки они уже перепревшие такие и набирала вот этот грунт потому что азалием требуется кислый грунт а под сосной можно только для тех растений брать которые требуется кислый грунт если вы посадите другой растение там кислотность будет большая и растение будет некомфортно вот может и погибнуть конечно же вот и нельзя брать грунт под дубом не рекомендуется ни для каких растений если вы видите дуб значит там растая землю не берите грунт очень хорошо использовать кротовые вот это крот когда на такие шапки делает использует она рыхлая такая земля вот и очень хорошо использовать грунт там где крапива росла или растет под крапивой она тоже богатая азотом и очень полезная такая для растений земля но все равно даже вы этот грунт вы же не будете садить в садовую тяжелую землю редко какое растение вытерпит такую землю надо все равно добавлять разрыхлители их очень много я уже назвала вермикулиты перлиты крошки всякие вот и кирпичная и из гравия я еще вот у нас рядом здесь куча лежит таких вот это тоже гравий только большие фракции я сажу большие кактусы пластиковые горшки и они когда просыхает грунт очень часто переворачивают эти горшки я на дно ложу два-три камушка и потом еще насыпаю керамзит вот керамзит тоже к разрыхлителям относится он тоже забирает себя влагу потом отдает если эти графитовые эти графитовые гравиевые камушки они просто разрыхляют они в себя не впитывают потому что у них структура плотная то этот керамзит он впитывает себя влагу а потом отдает влагу и вот это у меня как противовес для кактусом чтобы они не перекидывали эти горшки не переворачивали так ну в общем вот так по грунтам я сказала будет это видео буду давать ссылки на это видео потому что очень часто меня спрашивает какими грунтами вы пользуетесь вот и сказала я покупаю заказываю 200 у меня много растений и каждому бегу они там но тем более на вид они все одинаковые вот посмотришь вот возьмешь в ладошку один и второй грунт один к одному поэтому я покупаю 250 там литров мешки огромные или 100 150 я не покупаю мелкой мелкой расфасовки большие мешки покупаю мне привозят оптом я заказываю и потом для каждого растения я из на основе этого грунта делаю смесь вот и уже то что я сказала кому что требуется по возможности мы приближаем грунты к тем которых растут они в природе вот если кому-то перегной надо легкий значит такой грунт и делаем где в сухих климатах земли как кактусы суккуленты они не требуют органики такой там органики нету потому что пустынные они другим требуется органика поэтому здесь бромелевые например они очень любят органику потому что они растут в таких местах где при этом все и рекомендуется и воду в эти розетки наливать им там и мухи могут попадать это очень хорошо летом конечно в жаркую пору но в общем это я уже отвлеклась извините сегодня у нас речь о грунтах поэтому вы у себя магазинах в интернет магазинах определитесь каким-то грунтом изучите тему своих растений какие им требуется грунт грунт и вот и начинайте пересаживать и потом соответственно приспосабливайтесь к этому грунту не грунт должен под вас а вы к нему видите что он долго стоит влажным значит не надо поливать видите что он быстро просыхает значит он не такой влагоемкий поливайте чаще его и ваше растение будет очень хорошо себя чувствовать но все пока пока здоровья вашем растении вам